Арман, привет! Расскажи, как у тебя дела, чем сейчас занимаешься? Активно тренируешься или у тебя такой некий перерыв, брейк? Привет! Я всегда активно тренируюсь, у меня не бывает, что я не тренируюсь, так что в активном поиске соперника, в активном тренировочном процессе, так что жду своего шанса, чтобы выйти в клетку. Не так давно ты попал в топ-15 рейтинга, расскажи вообще, какие эмоции испытал, когда это произошло, как узнал об этом, может быть какая-то история вот с этим связана, забавная, что тебе кто-то там прислал. Когда Пол Фелдер ушел, я думаю, интересно, кого закинуть в топ-15. Я, честно говоря, ожидал, что скорее всего меня, либо Рафу закинуть, то есть вот так вот 50 на 50. И когда меня закинули, я был очень рад. И с утра, прям рано-рано утром Саят написал, поздравляю. Я думаю, наконец-то мне дали бой. И он говорит, я говорю, дали бой, он пишет, нет, поздравляю, топ-15. Еще вот был очень рад, что меня закинули, как бы это такая была маленькая цель, чтобы попасть туда. Ну и спасибо Пол Фелдер, что ушел на пенсию. Так тоже можно сидеть, чтобы пенсионеры уходили, можно так до топ-5 дойти аккуратненько, без боев. Какая следующая цель у тебя? Ну, цель у меня вообще одна, выиграть пояс UFC. Вот. Только вот эта цель, выложиться на все 100%, добиться этой цели. Ну, нужно драться, я готов с любым оппонентом драться на любой вызов, на любого соперника. И сейчас чуть у меня проблемы с соперником. Все отказываются от боев, все придумывают какие-то отмазки. Больше 10 спортсменов уже отказались от меня. Ну, там много, честно говоря, имен было. И Гелеспи, и Кевин Ли, и Насра тот же опять. Очень много кто отказался от меня, в общем. Я надеюсь, что хотя бы на август дадут мне бой, потому что я в хорошей форме готов, как говорится, выскочить в клетку. А сам ты с кем бы хотел подраться? Кто для тебя такой прям интересный мишень? Если честно, со всеми из топ-15, со всеми подрался бы. Конечно, честно говоря, хотел бы с Гелеспи подраться. Он очень интересный мне. Я хочу проверить свою борьбу, насколько я вырос именно в борьбе. Был бы интересный такой матч. Арман, тебе 24 года, всего, ты уже попал в топ-15. К этому люди многие годами идут, да, и только там доходят на поздний стадик своей карьеры. Не вскружило ли это немножко голову? Не появилась ли звездная болезнь? Нет, ни капли. Потому что я был уверен, что я попаду в топ-15. Потому что я усердно тренируюсь. И, как говорится, тяжелый труд, он окупается. Так что я надеюсь, что дальше будем все больше и больше тренироваться, чтобы добиться своего результата. Так что никакой звездной болезни нет. Многие люди думают, что я зазнался, сократил свой круг общения. Меньше, допустим, выхожу на улицу, с кем-то вижусь, отказываю на какие-то мероприятия приезжать. Знаю, день рождения или еще что-то. Все думают, что я зазнался или кому-то не отвечаю в Инстаграме или Ватсапе. Люди не понимают, что круг общения большой, я всем не могу ответить. И, как говорится, для всех хорошего не может быть из-за этого. Ну, чуть слава появилась. То есть больше народу подходит, просят автографы, фоткаться. Ну, то есть почувствовал ли ты на себе, что тебе уже сложнее просто передвигаться где-то, знаешь, в кафешке полезть, чтобы не приставали? Ну, прям такой нету, но многие люди узнают, очень приятно. Особенно мои соотечественники вообще не дают мне спокойно, как говорится, жить, болеют за меня. Многие люди подходят, я стараюсь со всеми фотографироваться. Но я понимаю, что дальше будет хуже и, конечно, не хотелось бы этого. Очень тяжело. Нет такого своего свободного пространства, знаешь, там спокойно выйти куда-то, погулять или еще что-то. Расскажи, что думаешь о новом чемпионе по Галибе? Чемпион, честно говоря, крутой, он мне нравится, такой разносторонний. Хорошо бьет, хорошо борется. Ну, не сказать, что там что-то у него сверхъестественное, просто очень опытный, хладнокровный. И вот этим он берет, знаешь, таким, никуда не торопится, спокойно начинает работать. Я думаю, что он еще сможет себя показать, еще пару защит может сделать. Ну, вот как думаешь, если бы завтра ты сказали, что все, Арман Сарукьян выходит драться за пояс. Ну, ты согласился бы на этот бой? Ну, конечно, согласился бы, по-любому согласился бы. Ну, а как ты думаешь, какой вот твой потенциальный прогноз был? Ну, я на 100%, я в себе уверен, что я выиграю, я выхожу только выигрывать. А там уже, что бой будет, как будет бой, уже, как говорится, бой покажет. А так, я вполне уверен, что я могу дать хороший отпор, и я знаю, какие у него слабые стороны. При хорошей подготовке можно любого соперника разобрать и выиграть, как бы. Главное, чтобы мне дали хотя бы 8 недель до боя. А какие ты считаешь? Слабые стороны, он физически немощный, пропускает много тейкдаунов снизу и не встает хорошо. Может удушки делать хорошие, но все равно я уверен, что его можно замотать именно внизу, подержать его. На стойке хороший, но такой прямолинейный тоже, можно его обыграть на стойке, срезать углы с разных углов, бить. Ну, в общем, я уверен, что мой тренерский штаб полностью бы справился с задачей и геймпланом на бой. Сейчас в легком месте такая ситуация получилась, что он был русскоговорящий чемпион, и, ну, там, в том числе ты много таких русскоговорящих прям хороших претендентов, там, Дамира Смогулу, да, там, Рафа, причем, ну, ты вроде с ними общаешься, с Ислам, тоже с которым ты дрался. Да. Вот, если возникнет вдруг потенциальная ситуация, что придется с кем-то из них подраться. Ну, с Исламом ты сам говорил, да, наверное, что тебе этот бой и ваш интересен. А вот с другими ребятами, которые тоже уже подходят в топ-15. Ну, за претендентский бой можно драться со всеми, как бы, а с Рафой просто он самый близкий мне, Рафа, потому что у нас отношения хорошие, как бы мы общаемся хорошо, дружим, и когда я начинал свою карьеру, он мне там тренировал, держал лапы, то есть подтягивал мою стойку как-то. Было бы неправильно с ним драться, и я думаю, что у него то же самое желание. Нас сейчас пытались вести, ни у него не было соперников, ни у меня, и Шон Шелби сказал тогда, пускай они между собой подерутся. Но мы отказались, что я, что он. Я думаю, что этот бой бессмысленный. Ты сказал, что у тебя спортивная цель – это пояс, это, в принципе, понятно всем. А есть ли какие-то, ну, такие за пределами, может, спортивной жизни, глобальные цели, которые тебе хотелось бы там в какой-то ближайшей перспективе реализовать? Ну, прям таких нету целей. Я сейчас прямо сфокусирован именно на боях, чтобы дойти правильно к титулу. А те цели, которые я должен был в жизни добиться, как бы, именно за пределами. Ну, отчасти чего-то я уже добился, как бы. А после того, как ты выиграл Рамоса, ну, Джо Роган выкладывал тебя, писал, что запомните этого парня. Помнишь свои эмоции в тот момент? И от кого бы тебе еще и было бы, ну, хотелось бы получить похвалу такую? Ну, самое главное, чтобы тренер был доволен после боя, что столько вкладывает тебя, и что его работа не зря проходит, как бы, не напрасно. Так, конечно, приятно, когда так поддерживают, верят, что я стану будущим чемпионом. И многие люди на улице подходят, поддерживают, знаешь, на тренировку идешь, о, привет, будущий чемпион, и все больше и больше мотиваций появляется тренироваться. И, в общем, очень приятно. От любого человека приятно, не то, что если Джо Роган, там, очень известный комментатор или известный человек, значит, от него все больше. Ну, от любого человека мне приятно слышать. А в последнее время много фотографий выкладывал с Петром Яном. Расскажи, вы с ним как-то там, ну, вы с ним тренировались в Сочи, я так понимаю, да? Это, ну, какая-то спланированная акция, или вы просто там встретились на отдыхе? Ну, я знал, что Петя там, и мы, я полетел на турнир по боксу, созвонились, погуляли, потренировались, на вейксерфе покатались, в общем. С Петром всегда весело, интересно тренироваться, так что хорошо дружим, общаемся. Как у него дела, настрои вообще? Ну, он, как всегда, заряженный, ждет своего шанса, готовится, тренируется, красавчик. Я думаю, ну, просто у него бой где-то в ноябре будет, как он сказал, не знаю. Из-за этого он не на такой, знаешь, как сказать, ну, неусердно тренируется, поддерживает форму, каждый день тренируется по родной тренировке. В общем, готов забрать титул обратно. А ты уже сказал про массированную поддержку своих соотечественников, я так понимаю, что ты недавно как раз ездил на родину. Расскажи, как прошло, как тебя там встретили. Ну, меня там всегда хорошо встречают, я ездил на сборы по вольной борьбе, совет сказал, что у меня в июне бой будет, ой, в июле, начало июля, там, 17-го, по-моему, и я решил поехать в Сахкадзор, там, 2300 метров, о, 2300 метров над уровнем моря, чтобы подтянуть свою выносливость. Пробыл две недели, вот, после этого побыл еще в Ереване неделю, увидел всех родственников, вернулся обратно. Там встречают всегда тепло мне. Не набрал? Не, не, старался после восьми не есть, как бы, старался придерживать себя в еде.